ну давайте я украине ну при украине тут был вообще застой а сейчас дороги магазины дома ну блин ну просто очень честно говоря поражает цены правда очень дорогие вот даже по американским меркам очень дорого вообще тогда едешь в автобусе сами понимаете и смотришь в дырку в полу и видишь как асфальт мельцает а сейчас новенькие троллейбусы как говорится парки построили не ну зачем говорить только идиот может не признавать этого но это так ну когда-то у меня в ялте роды чем были у меня не было а вы понятно а вы откуда сами с киева город герой да а как 9 мая прошло сижу дома понятно да никуда ты живешь в инвалидном грезли после инсультик и не за развлечения не понимаю вас ну да плюс вся эта вот ванханалия ну как-то да не обидно согласитесь раньше жили в секреты ездили друг другу хоть куда потом какие-то карты мешал тогда ездить да никто не мешал вот я помню что россия хочет от украины сказать мне что россия хочет в украине да наверное ничего не хочет главное если 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 бы правительство не не придало украину я думаю не было бы ничего такого что мы сейчас видим ну как продалось так скажем западу и украиной вы же понимаете вы же должны понимать что украина сейчас оперирует чтобы влиять на россию только и всего ведь в россии когда-то после развала советского союза везде стояли всякие зарубежные нефтевышки они контролировали все ресурсы они контролировали нефть газ и все остальное потом их потихонечку выгнали оттуда как вы думаете это им нравится нет залезть они обратно хотят хотят но сами понимаете а как залезть в наглую нет а вот если сделать анти россию стране украина которая большая и не убивали никого что только россия убивает людей наших и стреляет по нашим спальным районам ну это во первых еще не известно по каким районам кто стреляет это раз во вторых понимаете то что сейчас происходит вынужденная мера это тоже надо понимать если с вашей родины вдруг хотели сделать германию тридцатых годов а потом чтобы она на опять таки все равно по тому же сценарию на по этот самая сделала провокацию и воевала с россией валера меня зовут меня саля давай вы не будем почему почему ты меня не берегишь я тебя не а почему а почему я вас не перебедю извините я не хочу вас поставить на сторону россии просто я хочу чтобы вы немножко задумались о здравом смысле ну знаете вот просто правда почему нет того населения которое было в советском союзе вы имеете ввиду не только ну и в россии нула а при чем тут население не понял люди изменились худшую сторону согласен я помню какое население было 50-х годах 60-х так я тоже помню население ну а сейчас это обозленные между собой на дорогу одна другого машина выходит дерутся согласен такого не было не было такая откуда ну откуда оно пришло вот это все заметьте оно пришло туда откуда особенно мы все стремились вот водки то знаете и был я жил на кольском полуострове так самый родился в архангельске командировки сервизи в город горький там по большому гольцу заводы изготовители ну и что я вот заселение поменялось сердце разобрали пальцами да вот капитализм к нам пришел со своим звериным лицом на же как учили если вы помните мама нас учила не делать чего-то плохого потому что люди о тебе плохо подумают вот где сейчас можно сказать такое в америке такую фразу вообще не понимают потому что они по учат людей тому чтобы пофигу как о тебе подумать лишь бы тебе было лучше и нам сейчас это то же самое впихали пойти то есть если у нас раньше был такой коллективизм общество поэтому и не было такого а сейчас у нас индивидуализм мне насрать на всех и мне хорошо вот и всего я понимаю что не все такие но уже нормальных мало потому что очень мало семей которые говорят своему ребенку не делай этого людям люди о тебе плохо подумают и к этому человеку еще должно быть не все равно ладно давай не уйди друг друга ретировать никто не ретирует мы просто говорим о жизни просто жизни поэтому и загибается понимаешь нет не понимаю обидно и жалко а с чего взяли что россия загибается что там было там нету подождите когда последний раз вы были на кольском полуострове до 60 года вы приедете сейчас вы ничего не узнаете я сам а вы рядом посмотрите все нормально там поверьте мне они рядом то же самое да прекратите вы же врете а зачем вы себе врете я не пойму в архангельске стоят дома барахи в которых я еще жил 25 года ну стоят два то и таких три дома зато все остальное нормально ну зачем вы себе врете вот закажите зачем ну зачем вы себе врете но у вас в конце концов подождите но у вас же в конце концов даже интернет есть но возьмите откройте youtube и наберите экскурсия по архангельску посмотрите когда пацаны нормально снимают и нормальные какие-то вещи происходят я подождите дайте дайте мне сказать я забыл вам сказать я очень на самом деле живу в одном из самых лучших городов мира это город лас-вегас соединенные штаты америки вот я сейчас в россии я нигде никакого ужаса проехав по россии не видел как котором вы в украине почему-то точно знаете объясните мне чё за чушь я не вру вам я помню какие люди были раньше так люди или два барака у вас как-то одно 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 с другим не не сочетается вы мне сказали про бараки какие-то в архангельске если они там может быть они и есть ну и на и чё теперь с какой район мы берем и сравниваем давайте быть адекватными людьми давайте сравним хреновую какую-то херню если барак и есть кто там живет и что ну и там и там вот оно и получится но где-то не снесли деревянный туалет случайно ну и что а общая эта картинка мама дорогая какая вот я сейчас крыму дороги офигенные все классно вот я недавно был как говорится еще в питере вот я недавно был под москву отъедь говорит подальше от москвы да подальше от москвы я сам с владивостока во владивостоке все нормально на сахалине все нормально нормально идет развитие классное но вам специально говорят что у нас ужас ужас только для того чтобы вам легче было как вы это понять не ведь идет такая ну как говорится противостояние правильно вы ж не будете хвалить соседа и и соседскую семью если вы с ними поссорились будете говорить что не все козлы и у них там вообще ничего нет это надо понять а на самом деле под нот какие основания у меня не убивает меня мое население мою страну россия убивает россия не 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 ставит цель убить вашу страну поймите правильно россия ставить цель чтобы украина была нормальной украины как она и была раньше понимаете да потому что мир так устроен вы взрослый человек и вы должны понять как говорится малые страны они всегда в зависимости от очень больших всегда всегда так было всегда так будет ну вы же молодой да ладно какой я к этому молодой хорошо просто может может я говорю вы не должны становиться на мою сторону но просто задумайтесь какие основы у россии жить на данный момент хреново это ваши люди сами три миллиона больше трех миллионов украинцев сейчас заран сейчас едут на заработки в россию если в россии бы было все херово они бы разве ехали на заработки ну вот этот хотя бы пункт для себя вот возьмите положите и подумайте значит получается можно в россии заработать можно и потом приехать в украину и купить чего-то что границу ну и в польше воруют унитазы кто наши не значит унитаз ну правильно побежал я с вами не хочу ругаться ну да мы же не знаем с нами так что говорить мы же не знаем что такое унитаз конечно слава богу украина знает что такое унитаз жалко что она не смывает все дерьмо которое понимаете в этот унитаз кладется смывать еще надо иногда да вот именно верите в чухню верьте зря и сорва ночь чё по ой господи боже мой взрослый человек вроде бы все там в архангельский там родился то все и вот такая вот чухня ну что за всем привет привет из нашего крыма гора дива вот которая высотой сзади меня 54 метра вот мы тут потихонечку и оккупировали народ ходит налево и направо но нам приходится в общем-то ждать ладно не будем заслонять переход увидимся позже пока 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 пока